Ответственно к нормам ГТУ отнеслись дети первых трех ступеней. Перед физкульт-испытаниями малыши хорошенько размялись и только потом пошли работать на результат. В этом году это уже второй прием нормативов юных уссурийцев. В данный момент у нас действует особое распоряжение Роспотребнадзора, поэтому мы не можем более 20 детей в группах собирать и вместе проводить мероприятия даже на открытом воздухе. Поэтому у нас в мае был очень большой набор для детей, которые хотели бы сдать ГТУ и нам пришлось их разделить. Все испытания у детей такие же, как у взрослых. Четыре обязательных упражнения и шесть на выбор. По силам и предпочтениям дети выполняли те дисциплины, которые им знакомы. Поэтому многие предпочли бег, плавание в бассейне. Но детвора сетовала, что слишком короткие дистанции готовы были бежать. Еще длиннее расстояние. Моя самая любимая дистанция – это два либо три километра. Километр я не могу бежать, потому что это для меня короткая дистанция. Мне неудобно короткие дистанции бегать. Халтурить при выполнении упражнений нельзя. На каждом этапе за техникой следит судья и установлены специальные датчики. Только при четком касании и характерном щелчке попытка засчитывалась. Но трудностей у детей не было. Нормы ГТО выполняли воспитанники детской юношеской спортивной школы и городских федераций. Поэтому упражнения детям знакомы. За качеством работы спортсменов следили и их тренеры. В определенном виде спорта, например, на коньках, ты видишь только подготовку на льду. А здесь ты видишь полную картину всего. И физическая подготовка, и также специальная подготовка здесь тоже присутствует. В этом году детворе от 6 до 12 лет, то есть представителям с первой по третью ступени, дадут еще шанс выполнить нормы ГТО. Первая попытка была в мае, но желающих оказалось слишком много, и часть давала тестирование в июле. В следующий раз всероссийские нормы детвора сможет сдать в ноябре. Наталья Зайцева, Роман Надонин и Игорь Антонов, Телемикс.